всем добрый день жду пока все подключатся к нашему сегодняшнему прямому эфиру сегодня мы с вами будем говорить про облигации здравствуйте и все кто подключается к эфиру задержалась сегодня директ начал ломиться от сообщения будет ли эфира будет ли эфир ура рада всех сегодня увидеть сейчас подождем пока немножечко все начнут подключаться и начнем с вами эфир про облигации очень большая тема и большинство вопросов запросов на то на какую тему провести эфир было по облигации поэтому честно выбрала самый популярный наверное ну процентном соотношении даже не знаю сколько было человек которые выбрали облигации в общем очень очень много да у меня солнце хорошая погода ждем пока у нас пару минут все начнут подключаться знакомые знакомые аватарки вижу идут давайте пока расскажу вам о том вообще как выбирать облигации наверное просто организационный такой момент общий смотрите в терминале у любого фактически брокера по крайней мере которые терминалы я смотрела очень неудобно выбирать облигации и там абсолютно неполная информация и первое что вы должны запомнить это то что существует такой сайт он называется русбонс я попрошу сейчас любого человека пожалуйста напишите русбонс на английском русбонс точка ру я сейчас закреплю этот комментарий чтобы все его видели в общем этот сайт он бесплатный и в нем самая полная база данных по всем облигациям больше всего их там поэтому смотреть вообще историю облигации тема облигации давайте закрепим ура так прикрепить комментарий прикрепить а я могу только один русбонс точка ру вот супер написали посыпались русбонс точка ру шикарно значит сейчас будет прикреплен сайт все ли на него могут зайти на нем можно зарегистрироваться если вы на нем зарегистрировать еще раз сайт полностью бесплатный то у вас будет доступ ко всем ко всему его полному функционалу и вам будет намного удобнее выбирать облигации ну давайте начнем с самого начала истории что такое облигации наверное сейчас выключу комментарии как всегда ваши вопросы вы можете задавать значок вопросика значит облигации в отличие от акции вы даете в долг компании вы не являетесь или вы покупаете акцию то и становитесь микрособственником компании а если вы покупаете облигацию здесь вы даете в долг компании но вообще в долг можно дать соседу своему по личной клетке можно дать долг знакомого можно дать долг государству можно дать долг компании можно дать долг муниципалитету собственно облигации у нас бывают нескольких видов первое это государственные облигации муниципальные облигации и корпоративные облигации Это такое основное различие, в зависимости от того, кто у нас имитент. Кстати, слово имитент, кто такой имитент, вот просто вы будете читать, чтобы вы понимали. Имитент это тот, кто выпустил собственную облигацию, тот, кому мы даем в долг. Кстати, от того, что вообще, откуда взялись облигации, как они, почему у них цена растет, и вообще вот просто такой общий экскурс в облигации с вами совершим. Но, смотрите, вот очень важный момент по облигациям, это ставка ЦБ. Что такое ставка ЦБ, много раз об этом рассказывал, но давайте для всех, кто пропускал, может быть, и не читал мои посты. Ставка ЦБ, это та ставка, по которой банки берут деньги в кредит у ЦБ, и, соответственно, дальше банки кредитуют население, или же они кредитуют компании, да, то есть мы напрямую ЦБ не можем взять деньги, не можем взять кредит, но мы можем взять у банка. ЦБ кредитуют банки, банки кредитуют население и компании. Естественно, банки живут за счет той самой разницы между ставкой, по которой им ЦБ выдает деньги, и ставкой, по которой они кредитуют всех вокруг. Здесь есть, собственно, прямая зависимость, заключается она в следующем, что чем ниже ставка ЦБ, тем дешевле кредит достается банку, и тем дешевле кредит достается по итогу конечному пользователю. И в обратную сторону это работает точно так же. Чем у нас выше ставка ЦБ, тем дороже кредит для населения, тем дороже кредиты для бизнеса. Собственно, ставка ЦБ, она показывает нам, сколько стоит пользоваться деньгами в данный момент времени. То есть, грубо говоря, это некая стоимость денег, за сколько нам дадут эти деньги, или за сколько мы можем кому-то отдалжить наши деньги. Нужно понимать, что когда вы открываете в банке вклад или депозит, как это называется, вы также даете банку деньги в долг. То есть, вы им отдалживаете ваши деньги, банк их пользуется, оборачивает, и за это вы получаете ваши проценты. И, соответственно, чем ниже ставка ЦБ, тем по меньшей ставке банк берет деньги у вас в долг. Это должно быть вам понятно. Чем выше ставка, тем выше вам банк предлагает также взять деньги в долг. Но давайте с вами разберемся теперь ближе к облигациям. Это мы с вами поняли общий механизм, как работают рынки. Что еще хочется? Давайте про ставку ЦБ, сразу ее отношение к валюте. Ставка ЦБ показывает то, насколько на данный момент валюта дешевая или дорогая. То есть, еще раз, сколько стоят деньги. У каждой страны ЦБ устанавливает свою ставку. В Штатах она сейчас у нас вообще грозят, трамп просят сделать ее отрицательной. Вот, в России она у нас пока что, сколько, 5,5 же сейчас, последний раз у нас ЦБ ее понизил и грозят ее еще ниже сделать. Значит, что ставка, она делает валюту более слабой. С чем это связано? С тем, что чем ниже ставка, тем дешевле стоят деньги. Ликвидность денег повышается. То есть, дешевые деньги может позволить себе большее количество людей. Ну, там, образно можете померить на себя с точки зрения, там, кредита, например. Одно дело, когда вам кредит дают под 10% годовых, а другое дело, когда вы берете кредит под 4% годовых. Согласитесь, для вас это более будет интересная история все-таки, да? И то же самое для бизнеса. То есть, чем дешевле деньги, тем больше людей их могут взять, тем больше бизнесов могут их взять. Увеличивается в общем и целом ликвидность рынка, увеличивается оборот рынка. И, конечно же, это также, во-первых, понижает, говорят, мягкая монетарная политика, да? Это в общем и целом увеличивает спрос на рынке, и это разгоняет инфляцию. Потому что теперь большее количество людей может позволить тебе больше купить на эти деньги, да? То есть, еще раз важный момент, что, когда у нас ставочка понижается, это в перспективе может привести к разгону и увеличению инфляции. Поэтому ставка Центробанка – это еще и такой способ регуляции инфляции и как бы подкручивания таких болтиков и винтиков в экономической системе в общем и целом. Значит, когда мы повышаем ставку, деньги становятся дороже, экономики становятся сложнее, деньги становятся менее ликвидными, они меньше циркулируют в экономике. И, как следствие, это как бы влияет, тоже имеет свое влияние на рынке. Как вы можете сейчас заметить, я думаю, что вы все следите за новостями, все в сегодняшнем кризисе, коронакризисе, о кризисе еще рано говорить, да, мы говорим, что это рецессия, сейчас у нас экономика вступила в рецессию, а не в кризис. Но, в общем и целом, назовем это все кризисной ситуацией. Так вот, Центробанки по всему миру, они понижают ставку. Это связано именно с тем, что наша задача сейчас повысить ликвидность и без того неработающей экономики, которой нету возможности, собственно, генерировать те самые деньги, понизить стоимость денег для бизнеса, для того, чтобы эти бизнесы работали. Что касается валюты, еще раз, тот момент, когда ставка Центробанка снижается, это говорит о том, что конкретно в ситуации там, да, с Россией сейчас, это говорит о том, что валюта будет стоить дешевле, и это, конечно же, сказывается на ослаблении валюты и на том, что рубль падает. То же самое и с долларом, и со всеми валютами. Сейчас была достаточно интересная ситуация, вот конкретно в последний раз, когда Центробанк понижал ставку, мы не ощутили очень сильного поднятия курса, увеличения курса, то есть не было какого-то большого скачка вверх, потому что, собственно, все валюты по всему миру сейчас дешевелись в связи с тем, что все центральные банки по всему миру, они все снижают эту самую ставку, и мы пошли вслед за ними, одними там, грубо говоря, даже из последних начали эту ставку понижать. И на данный момент речь идет о том, что будет еще эта ставка понижаться. Поэтому нужно еще понимать, что конкретно курс рубля, он зависит еще, и мы являемся сырьевой страной, то есть мы живем за счет, собственно, сырья, за счет нефти матушки, газа батюшки, и от этого также очень сильно зависит курс рубля в общем и целом, ну и плюс к этому всему он зависит еще и от ставки Центробанка. И в тот момент, когда штаты понизили, мы понизили плюс-минус, мы остались на одном и том же уровне. Что касается, кстати, курсов, у меня сегодня очень много вопросов было у Дирек тоже, а что будет с курсом, а что будет с курсом, я не вангую. Но предпосылок к тому, что там курс пойдет до 67-68, как бы глобальных сейчас нету. Цена на нефть, она, конечно же, растет, что не может радовать, но нужно понимать, что сейчас я в пульсе сегодня писала пост, что сейчас нефтяные компании, которые сланцевые, у них есть точка безубыточности, она находится, когда цена на нефть выше 30, и, собственно, они все не работали, потому что им дороже добывать нефть, нежели чем продавать ее. И сейчас, конечно, у нас цена на нефть, она как бы устаканится, то сланцевики начнут ее также добывать, и, конечно же, количество нефти на рынке повысится. И в целом мы можем увидеть ослабление цены, снижение цены на нефть, как следствие ослабления рубля, плюс, опять же, Центробанк сейчас делает огромные вливания. То есть Центробанк сейчас, вспоминайте очень простую вещь. Значит, рынок — это купля-продажа. Чем больше людей продает определенный, да, не знаю, ну, то есть чем больше продавцов на рынке, меньше покупателей, тем, собственно, рынок падает. Когда у нас покупателей становится много, они как бы толкают цену вверх, быки те самые, рогами своими, цена поднимается. Так вот, когда у нас сейчас Центробанк продает доллар и покупает рубль, он искусственно поддерживает рубль. И нужно понимать, что сейчас, когда будет укрепление цены на нефть, как только, да, вот оно произойдет, я не помню, там у нас наша нефть, это Юрлс, и я не помню, на какой именно цифре Центробанк до, пока наша нефть не будет стоить, он будет, собственно, совершать эти валютные операции. Но когда она повысится, Центробанк перестанет поддерживать рубль, что, собственно, также скажется на том, что цена на рубль будет падать. Поэтому, в общем и целом, ситуация интересная, как всегда, предсказать ее невозможно, что с ней будет, но теперь вы будете понимать, да, примерно, как, что сказывается на курсе и как ставка влияет на курс. То есть мы сейчас понимаем, что, а, по курсу у нас на нефть будет, скорее всего, откроются слонцевики и будет больше ее, а спрос пока что еще критически нестабилен, B, Центробанк перестанет поддерживать рубль, C, у нас есть новость о том, что ставка ЦБ будет понижаться. Понижение ставки, еще раз, чтобы все это запомнили, ослабляет валюту, повышение ставки укрепляет валюту. Очень интересная история, я вам советую посмотреть, сейчас записать себе это где-то, посмотреть историю 2014 года, когда у нас ставка ЦБ взлетела, не помню, 14-17, какая-то такая была цифра, в моменте ЦБ поднял ставку, когда у нас там рубль начал уходить уже в какие-то космические на тот момент цены, то есть цена за доллар была критически большая, там уже 80, мы видели и так далее, и вот тогда ЦБ повысил ставку, и тем самым он, конечно же, укрепил рубль, но в тот же момент он повысил ставку и ухудшил ситуацию для нашей экономики, ухудшил ситуацию для страны в целом, потому что деньги стали менее ликвидными. Отлично, с этим со всем мы разобрались, теперь как все это влияет на облигации. Мы разобрали, что ставка ЦБ это та ставка кредит, по которой компания, государство и так далее могут взять в кредит. Облигация это то же самое, они могут взять в долг, и вот мы даем в долг. Соответственно, у облигации есть номинал, он обычно равен 1000, но это не всегда, бывают разные истории, нужно здесь обязательно смотреть, чтобы вы не удивились, там и 700 рублей встречаются номиналы, то есть, смотрите, номинал может быть разный. И, значит, у облигации есть еще также купон. Купон это некий процент от номинала, очень важно не путать номинал и рыночную цену облигации, если вы у себя все в голове, это все устаканите на 100%, вы уже будете молодцы, потому что на самом деле, мне кажется, что процентов 90 путают понятие рыночной цены облигации и ее номинала. Так вот, купон это некий процент, который вам платит имитент, то есть, тот, кто выпустил облигацию, тот, кому вы даете деньги в долг. Вы можете это сравнить с тем же самым банком, ну, то есть, вот банк берет у вас деньги в долг и платит вам некий купон, ставку по вашему вкладу. Вот то же самое происходит и здесь. Этот купон, он платится от цены номинала. Облигации бывают с разными видами купонов, мы сейчас об этом поговорим, но что здесь важно? Купон, это процентная ставка по новым выпускам, которые происходят, она напрямую зависит от того, какая ставка ЦБ на данный момент есть на рынке. Ну, для простого примера, значит, допустим, у нас ставка ЦБ 7%, и облигации там выходят с купоном 8%, то есть, потому что в общем и целом стоимость денег 7%, и еще там есть какой-то процент нам накидывают, грубо говоря, за риски, эмитенты и так далее, да, то есть, вот есть некие повышения. И мы купили такую облигацию с таким купоном 8%. Значит, чудесно провели с ней полгода, тут ЦБ говорит, а все, теперь у нас ставка 4%. Если у вас купон, он фиксированный, который у вас уже, собственно, есть на данный момент, те 8%, то ваша облигация, собственно, она растет в цене, потому что новые облигации, которые будут выпускаться теперь, они будут выпускаться с меньшим купоном, меньшим процентом. Почему? Потому что ЦБ понизил ставку, и теперь деньги можно взять под меньшие проценты. То есть, это то, как работает цена. И, как следствие, старые выпуски, которые у нас были до того, как ЦБ повысил ставку, они будут в цене выше. Новые выпуски, которые у нас произошли после того, как ЦБ понизил ставку, они будут по цене ниже, они будут торговаться, скорее всего, по номиналу. Это такой момент. Очень важно смотреть за тем, какой купон у облигаций, и вы этого никогда не сможете понять по терминалу брокера. Вообще, есть четыре типа купона по облигациям, и я про них написала пост, и есть у меня в Телеграм-канале примеры. Значит, данных купонов есть у нас переменный, плавающий, постоянный и фиксированный купоны. Они все абсолютно разные. Я сейчас на словах не буду описывать их механизм, потому что у меня есть на эту тему прямо написанный хорошо и подробно пост, и вы сможете посмотреть. Есть самые подводные камни купонов, которые вы можете встретить. Это купон, который зависит от ставки, который зависит от какой-то ставки. Купон может зависеть от ставки Руония. Можете загулять, что такое ставка Руония. И она напрямую привязана к ставке ЦБ. И облигации, например, ОФЗ, кода 29, у которых начинается, они, по-моему, почти все зависят от ставки Руония. То есть это вы можете себе просто запомнить такой момент. Соответственно, этот купон, он будет напрямую зависеть от ставки Центробанка. И если у вас есть фиксированный купон, то вы можете сейчас, когда, например, в 2014 году, когда Центробанк повысил ставку, взяли бы какую-то очень надежную, классную, долгую облигацию, то вы могли бы себе зафиксировать там купонную доходность на уровне 14%, и это было бы вообще здорово, да, и вот жить бы с ней, если там были такие выпуски с такой доходностью, нужно посмотреть. А это вот если у вас постоянный. А если вы берете облигацию, которая с нефиксированным, с переменным купоном, плавающим купоном, то здесь нужно смотреть, от чего будет зависеть данная, купон по данной облигации. И вот конкретно со ставкой Руония, то есть вы не знаете наверняка, какой у вас будет следующий купон. Здесь вы можете как выиграть, так и проиграть. Например, сейчас ЦБ понизит ставку, и у вас купонная доходность, собственно, понизится. Потом ЦБ повысит ставку, и облигации, которые зависят от данной ставки, они будут, собственно, у вас получать большую купонную доходность. То есть у вас есть несколько уже стратегий, вы можете себе сейчас представить. Вы можете покупать облигацию там на долгую достаточно, с какой-то фиксированной купонной доходностью, и гарантированно получать там 7, 6, 8% по этой облигации в зависимости от ситуации. Либо вы можете получать рыночную доходность, когда вы будете покупать облигацию ставка Руония. Что еще важно сказать про облигации? У облигаций и бывает амортизация, и не все понимают, что это такое, и не все к этому готовы. Смотрите, самое простое, как понять, что такое амортизация. Мы можем с вами договориться о двух разных условиях, потому как вот я вам дам деньги, я буду давать вам в долг, давайте, сегодня. Значит, первый вариант, я даю вам в долг на 10 лет 1000 рублей, и вы каждый месяц, каждый год мне платите 8% на протяжении этих 10 лет, а через 10 лет вы мне отдаете эту 1000 рублей. Это первый вариант. Второй вариант, который есть, это я вам даю в долг 1000 рублей на 10 лет, вы мне платите по 8%, но при этом еще каждый год отдаете мне часть тела основного моего долга, номинала, то есть самые облигации. То есть в первый год вы мне заплатите с 1000 рублей процент, во второй год вы мне отдадите 100 рублей и заплатите уже проценты с 900 рублей, в третий год вы мне отдадите еще 100 рублей и заплатите с 800. То есть каждый год у вас будет процент понижать, у вас будет тело долго понижаться, и, как следствие, купоны по таким облигациям тоже будут понижаться. Чтобы имитентов, которые вот так вот каждый год делают амортизацию, наверное, я не видела особо, но там, например, облигация, у нее может быть амортизация через два года 250 рублей, там, или 200 рублей, или 300, или, может быть, эти амортизации, они могут быть абсолютно как удобно, они могут там через пять лет 500 рублей, то есть здесь нужно смотреть непосредственно на эту информацию, и, опять же, она далеко не у всех брокеров, это указано, как именно будет идти амортизация, а это очень сильно может повлиять на вашу стратегию, потому что, с одной стороны, если вы вкладываете в облигацию, наверное, тысячу рублей, вам это будет не очень-то принципиально, а если у вас в данном выпуске вложено 100 тысяч рублей, то вам, наверное, будет принципиально, и вы планируете эти деньги реинвестировать, то есть вы себе уже построили вашу стратегию, что эти денежки вы будете дальше реинвестировать, вам уже, конечно же, будет, у вас будет значение, то, с какой суммой вам будут платить этот долг. Для чего эмитенты делают амортизацию? Ну, смотрите, чужие деньги, они же имеют стоимость, поэтому, например, сейчас вот мне нужно привлечь миллион рублей для того, чтобы я сделала какой-то проект, и я этот миллион впущу, собственно, вот в данный момент в этот проект. Через год я уже надеюсь начать получать прибыль с этого проекта, там, какую-то, никакую, не знаю, или через 5 лет, и я смогу вернуть часть долга вам, чтобы не переплачивать. То есть это первый момент, эмитент таким образом привлекает нужную ему сумму сейчас и имеет возможность, собственно, через какое-то время вернуть часть вам долга и платить с более, с меньшего тела долга вам процента. С точки зрения вас, если это какой-то рискованный достаточно эмитент и облигация еще и долгая, то амортизация это тоже неплохо, потому что, во-первых, с одной стороны, у вас купонная доходная зафиксирована, и процент по ней может быть хороший. С другой стороны, вы денежки заранее, раньше получите, да, деньги сегодня, они стоят дороже, чем завтра. Нужно всегда помнить, что существует понятие стоимости денег, и как следствие, собственно, вы можете эти деньги реинвестировать. Или же, например, такой вариант. Вот вы, у ЦБ ставка была там 7%, купон был, вы взяли 8%, а через пару лет у ЦБ ставка 10% стала. И, соответственно, новые выпуски с большей доходностью могут быть. И здесь уже вам тоже интересно, что у вас сейчас подойдет срок амортизации, вам часть денег погасится с тех облигаций, по которым у вас было 8%, и вы сможете их реинвестировать под больший купон, под большую доходность. То есть здесь тоже есть еще один тип стратегии, если это амортизация. Еще очень важная штука это, извините, кол и пут опцион, которые встречаются, и здесь попадают очень сильно на облигациях очень многие. Значит, что такое кол и пут опционы? Это очень часто встречается в корпоративных бумагах, постоянная история. Значит, я вам дала деньги в долг и договариваюсь с вами, что через 2 года я могу вернуть вам мой долг и погасить его. Это кол опцион. При этом я это могу сделать без вашего на то согласия. То есть я взяла у вас, извините, деньги в долг, да? И вот кол опцион это когда эмитент гасит тело своего долга и он может это сделать принудительно. И здесь может быть попадос следующего образа. Значит, облигация торгуется выше номинала и скоро будет кол опцион, там, допустим, через год. И вы, если сейчас купите эту облигацию выше номинала, то купоны, которые вот за этот год вы получите, они могут не покрыть ту самую разницу, которая выше номинала. Ну, например, просто очень быстрая математика. Облигация у нас торгуется за 110 рублей, за 1100 рублей, номинал у нее 1000 рублей, купон 8%. То есть за год вы получите 80 рублей, а кол опцион через год, а заплатили вы за нее 1100. То есть вам нужно успеть до кол опциона вот это вот 100 рублей, которые вы заплатили сверх номинала, вам нужно успеть их окупить. И в данном случае, если у вас купон 8%, окупили вы за 1100 рублей, то вы просто не успеете окупить эту облигацию к кол опциону, у вас эта облигация погасится по номиналу, и того вы будете в минусе 20 рублей, плюс еще комиссия брокера. Вот здесь очень нужно быть внимательным. Есть второй вариант, это put-опцион. Это когда вы можете, то есть компания пишет, что через 2 года будет put-опцион, и вы можете погасить данную облигацию, запрос сделать через брокера, этот запрос делается, и вы можете погасить эту облигацию по ее номиналу. То есть здесь уже ваше право. Можете гасить, можете не гасить, можете дальше держать. Тоже интересная вещь, такими с put-опционами, опять же, call и put-оферта еще это называется. Опять же, это интересно с точки зрения того, что если вдруг у нас появляются облигации с большей доходностью на рынке, и у вас скоро put-оферта, то вы сможете погасить данную облигацию. Собственно, это очень-очень даже классно для вас будет. Это я так вам коротко, очень коротко рассказала основные моменты. Сейчас я, наверное, включу комментарии и поотвечаю на ваши вопросы. По облигациям тема очень большая. Есть еще понятие дюрации, модифицированной дюрации. Модифицированная дюрация – это то, насколько мы с вами уже поняли, что цена облигации, она у нас меняется в зависимости от ставки ЦБ. И вот модифицированная дюрация показывает то, насколько данная облигация чувствительна к изменению цены. Нужно еще понимать, что по облигациям есть… Давайте еще выключу на секунду комментарии, пока не начали строчить, расскажу еще чуть-чуть. Нужно понимать, что облигации частично более даже могут быть рискованные, чем акции, если мы говорим про корпоративные. Потому что корпоративные облигации зачастую могут выпускать имитенты, ну, скажем так, совершенно, просто крайне ненадежные. И вот очень мне нравится, что на сайте Росбонс вы можете зайти и посмотреть дефолты. По облигациям есть дефолт и есть понятие технического дефолта. Технический дефолт – это когда имитент не выплатил какой-то купон, но фактически компания не является дефолтной, не объявила дефолт, не ванкротилась. Вот, соответственно, история с техническими дефолтами, она достаточно частая по корпоративным облигациям, не то, что прям очень частая, но по всяким рискованным облигациям, по которым у вас доходность 15-20%, где-то можно найти, 18%. Там недавно какая-то микрозаймовая компания, я смотрела, там было 20% у нее купонная доходность, по-моему. Вот, в общем, 20% купон там был. И как итог, вот такие компании имеют свойство не выплачивать в какой-то момент, и всегда стоит задуматься, еще если облигация торгуется сильно ниже номинала, то вам стоит задуматься, а почему? Почему все ее так сильно недооценивают? Здесь, собственно, как и с компаниями, да? Почему компания недооценена так сильно на рынке? И почему у нее там такая низкая капитализация, и в нее все не верят? Это я уже ушла там в ПНЕ, в ПНБ тематику. Поэтому всегда смотрите, и, конечно же, когда вы выбираете облигацию, особенно если вы хотите хранить ее до погашения, здесь нужно смотреть надежность имитента, так же, как и с акциями, смотреть отчетность компании. Вот, в общем, эта тема выбора облигаций, она на самом деле зачастую более сложная. Есть несколько стратегий, тоже по облигациям я, наверное, сделаю в какой-то момент пост по стратегиям, как покупать себе облигации, то есть потому что этих стратегий разных много, и под каждую вашу цель у вас могут быть стратегии разные. Есть там стратегии покупать их лесенкой, облигации там с разными, есть такая эскаватор стратегии. В общем, их много разных, и я как-нибудь вам об этом напишу. Сейчас в рамках вот так вот рассказать их, это достаточно сложная история. Что еще по таким самым базовым вещам? Вроде бы все, такую основу, чтобы у вас было общее понимание, я рассказала. Так, ну давайте вопросы. Тут что-то их очень много. Где видеть, есть амортизация облигаций или нет? У многих брокеров в терминале это указано, но есть еще сайт «Русбонс». Вы заходите на этот сайт, и там высвечивается вся история по облигации. В общем, пользуйтесь, пожалуйста, хорошая ссылочка. Фон размыт. Не знаю, почему фон размыт, первый раз такой эфир. Как здесь смотреть надежность эмитента? Ну, это нужно поднимать бизнес компании, посмотреть на их финансовые потоки. Все то же самое, как с акциями. Почему нельзя сделать ставку инфляцию нулевой? Потому что, чтобы инфляция была у нас нулевая, люди не должны тратить деньги. Потому что люди должны очень-очень мало зарабатывать, и у них не должно быть возможности что-то купить, наверное. Если колл-опцион отрицательный, что это значит? Вот только что же я рассказывала, что вы к колл-опциону можете иметь отрицательную историю, если у вас облигации торгуется дороже номинала, и вы не успеваете получить купоном доход, который превышает номинал. Как рассматривать облигации ВТБ? Золото, ставка зависит от уровня. Золото уже завтра запуск. Я не рассматривала эту облигацию, сейчас вам не могу ответить. Про дефолт по облигациям. А что тут рассказывать? Технический дефолт, не могут выплатить купон. А основной дефолт компании, это дефолт компании. Если купонная доходность выше ставки ЦБ, мы платим какой-нибудь налог, кроме НДФЛ? Да, значит, смотрите. Во-первых, сейчас у нас ставка ЦБ 5,5% и до конца 2020 года мы не платим налог по купону, если купон не превышает 6%, если купон не выше 6% от ставки. То есть сейчас вот у меня несколько облигаций, по ним получается купон 11%, и я уже заплатила там по ним, или 5% выше, я сейчас что-то забыла. То есть ставка ЦБ плюс 5% без налога, да, 5. Вот у меня купон 11% по некоторым облигациям, по ним пришел налог, соответственно, есть. На ту сумму, которая превышает, вот это ставка ЦБ плюс 5, 5%. Да, спасибо большое, 5. Вот, по ним есть налог. Второй момент, что нужно напомнить, это то, что с 2021 года у нас будет выводиться налог на купоны. Вот, так, поехали дальше, сохранить эфир. На ETF фонды, облигации ставка ЦБ тоже влияет, конечно. ETF фонды по облигациям, они там на евро облигации, и там немножечко другой механизм, но в целом ставка ЦБ, она влияет на любые облигации, вообще ETF про облигации. Мы очень советуем вам на евро облигации, очень вам советую пользоваться данным инструментом. Сейчас я на секунду еще раз скрою комментарий, хочу рассказать про пифы и ETF на облигации. Смотрите, есть разные биржевые пифы на облигации, я вам крайне не советую их покупать. Я уже, мне кажется, секунду отсвечивает солнце, ну ладно. Вот, лучше меня видно, что было. Значит, ETF на биржевые пифы на облигации. Очень, пожалуйста, я вас прошу, смотрите на комиссию по данному биржевому пифу, потому что по облигациям у нас доходность и так невысокая. А некоторые биржевые пифы берут там 2% за управление, там за покупку, за вход, за выход, это еще что-то, особенно если это даже еще не биржевые пифы, а просто пифы, которые в банках люди покупают. И по итогу там такая мизерная доходность получается. Поэтому будьте внимательны. А по евро облигациям нужно еще понимать, что евро облигации это не облигации, торгующиеся в евро, а евро облигации это облигации, которые у нас в валюте, как соответственно. И вот на них есть ETF и вот FINEX, очень хорошие, по ним не очень высокая комиссия, там 0.33, по-моему. В общем комиссия не такая высокая, конечно, американские ETF у них совсем низкие комиссии, что приятней. Но из чего, что имеем, то имеем. И в чем здесь интерес? Во-первых, это валютная история, то есть здесь вы в валюте инвестируете. Во-вторых, евро облигации, у них там номинал обычно 1000 долларов, как бы, да, то есть он достаточно большой. И, как следствие, вы не можете купить нескольких даже эмитентов, потому что у вас порог входа достаточно высокий. Вот здесь вот фонд на евро облигации, он вам в помощь, пользуйтесь. Ой, у нас переворот у меня камеры случился. Так, на днях первичный выпуск облигации евроторга, я в нем не участвую, потому что я не очень верю в надежность данного эмитента. Я об этом везде, собственно, и говорила. Если я, мне в директ, наверное, человек 20 каждый день пишет, а покупать ли мне евроторг или нет. Если я в каких-то участвую новых выпусках, я буду об этом писать. Соответственно, если я в них не участвую, то я в них не участвую. Вот. Так, тут вот опять, что думаете про евроторг? Получается, нужно искать облигации годами раньше, от 2014-го этот вопрос. Нет, не нужно их искать те старые, они, скорее всего, уже там гасились, и они не будут на большой срок, когда тогда была ставка. Это я вам привела в пример, как тот момент, когда повышается сильно ставка, да, и у вас облигации куплены на долгосрок. Белорусские облигации, что думаете, я взяла. То есть здесь нужно понимать, что эта облигация, по ней может быть дефолт, только если будет дефолт в Белоруссии. Конечно, Белоруссия страна не с самым высоким рейтингом, но все же я не очень думаю, что у них будет дефолт. Дефолт, скорее, будет объявлен в Италии или, может, даже в США. Да, конечно, если в США будет дефолт, то он во всем мире будет дальше. Экономика всему миру начнет рушиться. Ну, в общем, мне кажется, что Белоруссия более высокий у нее сейчас рейтинг, чем у Италии и Испании с точки зрения надежности страны. Картошку все-таки выращивает, как-никак. Батька. Так, давайте дальше вопросы, какие есть. По облигациям вот тут больше вопросики не вижу. Тут дальше про фьючерсы, про ДТФ и про все остальное вопросы. Про отчетный будет эфир или не будет. Я буду делать, я делаю... Давайте договоримся. Я буду стараться делать как минимум два эфира в неделю. Скорее всего, это будет какой-то выходной, будний день. И я буду, собственно, делать такой вот вопросик, на какую тему хотите эфир. И какая тема будет самая популярная, если я уже еще про нее не рассказывала. Вот. Если я про нее еще не рассказывала, то я вам эту тему буду озвучивать в эфире. Облигации ПИК можно брать или пока не стоит. Вы мне можете сейчас, знаете, это как с акциями. Вы мне можете накидывать кучу тикеров или названия и облигации. Во-первых, у ПИКа есть облигации разного выпуска. Нужно понимать, какого выпуска. Во-вторых, у облигации есть IC, идентификационный номер. И когда... То есть вот сейчас я наберу ПИК на Русбонс, давайте, просто для вашего понимания. И мне сейчас вылетит несколько выпусков по облигациям. Какой именно у вас выпуск? В обращении сейчас у ПИКа раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять облигаций. Какая вас интересует? Какую вы хотите брать? Пожалуйста, вот это вот накидывание мне разных тикеров и разных названий облигаций, это как бы абсолютно бесполезно, потому что я не изучаю все компании на рынке, а те, о которых я изучаю, я о них стараюсь писать. Если облигация продаешь до выплаты купонного процента, НКД не получишь, нет, вы получаете. Чем классная облигация, в отличие от того же самого вклада? Если вы вклад досрочно погасите, то вы получите там доходность меньше. А по облигациям есть понятие НКД, накопленный купонный доход. Вот вы продержали облигацию, у вас, например, облигация там раз в три месяца у вас купон, допустим. И за три месяца вы должны получить 90 рублей, по рублю в день, очень грубо считаем. И вот каждый день, который вы держите облигацию, у вас один рубль вам положен. Продержали два дня, у вас НКД два рубля. Продержали 50 дней, 50 рублей. Соответственно, человек, который дальше у вас выкупает эту облигацию, он платит вам цену облигации рыночную и НКД. А уже он получает этот НКД вместе с основным купоном. То есть здесь очень хорошо, что в отличие от тех же самых акций, если вы ее не держали до дивидендов, вам никто не скажет, а, ну ты же держал ее там 90 дней, поэтому вот тебе кусочек дивидендов. А с облигациями здесь вот такая история, что у вас есть понятие НКД. Берша Хэтвей целесообразно покупать сейчас? Я сегодня, кстати, прикупила. Значит, про кредитный рейтинг в Беларуси. Я же сказала, что он низкий, и я не самый консервативный инвестор. Не нужно так обо мне думать. Я, во-первых, просто против агрессивных инвестиций с точки зрения новичков. И нужно понимать, что Беларусь, это как бы совершенно Беларусь, а не самая надежная страна. Но если вы хотите самый надежный инструмент, то ты бился, пожалуйста, по которому сейчас нету никакой доходности, с рейтингом ААА. Ну, то есть нужно осмотреть на надежность абитента, конечно. Но в данном случае, еще раз, что по моему представлению, я не вижу проблем для Беларуси и того, чтобы у нее был дефолт. Плюс это первичный выпуск облигации, да, и как бы сейчас по ней доходность там 8 с чем-то процентов в целом. То есть она будет достаточно ликвидна, эта бумага. Кстати, по облигациям еще очень важно смотреть ликвидность. Потому что, конечно же, есть некоторые, которые продать просто невозможно. Поэтому смотрите ликвидность. Спасибо за эфир информативно. Вечные портфели, я говорила, что я их не беру. Есть не смысл брать облигации, если они теперь купоны все облагаются налогом и теперь, возможно, не перекрывают инфляцию. Облигации в целом это то, что дает вашему портфелю тот самый портфельный эффект. И в общем и целом снижают риски. Облигации очень хорошая вещь для того, чтобы хранить там в них деньги и получать какой-то себе процент возвратный. Облигации это интересный метод также и для спекуляций. Я рассказывала о том, что за счет того, что я купила, хорошо вошла там эти облигации. Я купила их там 16 марта и 13 что ли марта. В общем, в начале марта до еще на новостях о снижении ставки у меня сейчас доходность по облигациям по 20% по некоторым. По некоторым 15, по некоторым 20. Но по облигации федерального займа 20% доходность. Поэтому хороший инструмент. Им нужно просто уметь правильно пользоваться. Какой процент суммарно ФСЗ в моем портфеле? У меня они в основном на ИИСе сейчас. Я, честно говоря, сейчас вам не скажу сколько. Ну, достаточно. Значит, что можно сказать про FXRV и FXVO? Хорошие два фонда. Один с хеджем, другой без хеджирования. Единственное, почему я их пока не беру, это потому что у них низкий СЧА и у них достаточно высокая комиссия, что не очень приятно. Какие-то облигации до погашения, какие-то буду продавать. В зависимости от моей стратегии. ETF российские не платят купоны ни по каким, ни по облигациям, ни почему. Они их реинвестируют. Так. Поехали дальше. Тут вправо. Что значит хеджирование? Хеджирование это страховка, страхование риска. Это если очень коротко. Нет, там детский домик на балконе полетел от ветра. Хорошо. Запись будет эфира. Давайте еще, наверное, там пара каких-то вопросов сейчас, которые самые последние в вопросик приходили. И будем с вами заканчивать эфир. Давайте, как обычно, в завершении эфира отвечаем на три вопроса, которые сейчас самые первые прилетят в эфир. Как определить ликвидность облигаций? Первый вопрос. Значит, можно посмотреть стакан. И в стакане вы сможете понять, насколько ликвидна данная облигация. Можно посмотреть объем торгов по данной облигации. По-моему, на сайте Росбонс есть информация про объем торгов. Я про облигации «Газпром» на 9 лет не изучала, не знаю. Почему при снижении ставки не сильно снижается ипотека? Здесь я затрудняюсь ответить. Я вот мало, как бы, что могу вам сказать конкретно по ипотеке вообще, в общем и целом. Вообще она снижается, и вы можете ее, как бы, еще и, как это называется, забыла. Ре-финансирование, ре-креди... Что там, ре-креди-то? Извините мне, что-то сегодня с русским языком. Так, что будет для компании, если она допустила технический дефолт по облигации? Ничего не будет, это ваши риски. Смотреть, какой вид купона можно в терминале у брокера, если там это вам показывается. А если нет, то выпуск облигации пишите номер на сайте Росбонс и смотрите. Вот так, поехали дальше. Рефинансирование кредита, спасибо. Рефинансирование, рефинансирование, да, рефинансировать, перекредитовываться. Ваши вопросы, может быть, и видны, я просто... Вопросы, когда идут, я их могу терять. Ваш вопрос по ИИС, поэтому я про него не отвечаю, потому что у меня был огромный эфир по ИИС. И я поэтому прошу вас не лениться и смотреть мои предыдущие эфиры, которые сохраняются в записи, потому что я не попугаю про одно и то же рассказывать с разницей в три дня. Поэтому есть эфир про ИИС, а остальные тоже не обязаны слушать одно и то же по 10 раз, кто смотрит эфир. Ваш вопрос про купоны на ИИС. Посмотрите эфир. У вас вопрос по ИИСу типа А. Я про это рассказывала. ИИС типа А не имеет никакого отношения к купону облигации. Да, ИИС уже тема заявлена. Так, ну уже полетели, что скажете про те или про те облигации. Какую минимальную сумму лучше всего вкладывать в облигации? Не знаю, зависит от вашей стратегии и вашего портфеля, и того, какой процент вы... Какой у вас срок вашей инвестиционной цели, какой процент вы... Какой у вас уровень риска. Вот. Где я живу? Я живу сейчас в Черногории. Я здесь не живу, я здесь застряла, самолеты не летают. Теперь уже живу, третий месяц. Вот. Почти переехала. Фонды на облигации в категории облигаций, да. Значит, еще про маркетмейкеры и ликвидность облигаций. Еще раз рассказываю, по облигациям очень часто бывают абсолютно неликвидные бумаги, которые за неделю, там, не знаю, торгуются их 200 штук, тысяча там штук, не знаю, как бы очень маленькие. Если вы посмотрите ликвидность ОФЗ, то там они крайне высокая ликвидность, а если вы посмотрите ликвидность там по каким-то корпоративным историям, то здесь уже может быть много проблем. В плане ликвидности. Поэтому нужно смотреть объем торгов по каждой конкретной бумаге. Это, кстати, как с этим относится, потому что на бирже огромное количество. Я вот на курсе ребятам своим показывала стаканы, которые абсолютно неликвидные. Это прям отдельная такая тема про стаканы, которые неликвидные, ну, то есть бумаги, которые неликвидные. Тут можно очень хорошо попасть, если у вас большой объем лота, например. Ликвидность, еще раз смотрите, стакан, как минимум в стакане, вы можете понять. Если у вас 10 заявок на покупку и продажу всего, и они там стоят еще со спредом большим в стакане, то вы поймете, что данная бумага неликвидна. Это просто самый базовый смысл смотреть. Бессрочные облигации, в чем их смысл? О, это вообще очень опасная штука, бессрочные облигации. У ВТБ, по-моему, уже есть бессрочная облигация. Я как бы вам вообще, вот, это очень опасная история, бессрочные облигации. Что будет при отрицательной ставке? Это отдельная тема, тоже большая для эфира. В чем подвох средней надежности облигаций? Что такое средняя надежность облигаций? Виды купонов вы можете посмотреть на сайте Росбонс. Друзья, я предлагаю заканчивать эфир, потому что вопросы уже идут одни и те же. Я уже на них много раз отвечала. Значит, я сейчас выключу комментарии, чтобы просто коротенько еще раз вам сказать, на что вы должны обращать внимание при облигации. То есть, в общем и целом. Первое, что мы смотрим, это вид купона. Потому что бывают, у нас мы выяснили, что бывают четыре типа, и с ними можно попасть. Второе, обязательно смотрим наличие амортизации. Call, put, аферта. Об этом мы тоже обсудили, что это нужно обязательно посмотреть. Надежность имитента, риск имитента. Помним о том, что цена рыночная на облигации зависит от ставки ЦБ и, конечно же, еще и от уровня риска имитента. Например, если по какой-то компании выходит какая-то очень плохая новость, то, естественно, люди и облигации ее также будут продавать. Это тоже нужно понимать, что здесь есть определенный уровень риска. Помним про налоги и о том, что с 2021 года они у нас будут введены. По крайней мере, Владимир Владимирович нам это обещал. И помним о том, что по облигациям можно также даже спекулировать, даже на тех же самых УФЗ. Я вам привела пример с моей доходностью по облигациям. Тема облигаций, она огромная. Я вам не успела еще рассказать о дюрации, о стратегиях по облигациям. На эту тему нужно прям огромное время отдельно выделять. Ну и ETF на облигации и биржевые ПИФы на облигации смотрим, конечно же. Но помним, что по биржевым ПИФам можно попасть с комиссией. ETF на еврооблигации это хороший инструмент. Ну и еврооблигации это не облигации, которые у нас торгуются в евро, а это облигации, которые торгуются в валюте. Давайте с вами прощаться, наверное, на сегодня. Этот эфир постараюсь сохранить, и он, наверное, появится в ленте, если вдруг вы где-то эфиры теряете, знаете, что они должны, они могут почему-то в Инстаграме пропадать из ленты, и потом появляются в Инстаграм ТВ, в IGTV. Вот, поэтому если вы вдруг в будущем не увидите какой-то эфир в ленту, заходите в Инстаграм ТВ. Вот, ну и не забывайте обязательно лайкать мои посты, потому что это двигает их вверх, вроде как. Мне так сказали. Вот, спасибо вам еще раз, я надеюсь, что эфир вам был полезный, и извините меня, конечно, что я сегодня опоздала в эфир, я больше так не буду, обещаю. Все, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok